Возьмем два метронома, поставим их на стол и качнем, отклонив их в одну сторону. Частоты метрономов несколько отличаются друг от друга, и один метроном обгоняет другой, подобно двум спортсменам, бегущим по кольцевой дорожке стадиона. Поэтому метрономы то качаются в фазе, наклоняясь в одну и ту же сторону, то в противофазе, наклоняясь навстречу друг другу. Но поставим эти же метрономы на легкую планку, которая может качаться на двух катках почти без трения. Через небольшой промежуток времени оба метронома начинают качаться в такт, в противофазе, и уже не выходят из этого состояния, пока не кончится завод. Первым явление синхронизации обнаружил голландский ученый христиан Гюйгенс, когда проводил испытания изобретенных им морских хронометров. Гюйгенс заметил, что маятники двух хронометров, висевших на общих перекладине, качались в такт навстречу друг другу и не расходились. Метрономы в нашем опыте работают так же, как часы. Маятник качается на собственной частоте, а заведенная пружина компенсирует потери энергии. Передача энергии от пружины к маятнику регулируется с помощью анкерного механизма. Почему же метрономы синхронизируются, когда они стоят на качающейся доске? Дело в том, что маятник метронома совершает колебания большой амплитуды, а такие колебания являются нелинейными. Чем больше их амплитуда, тем меньше частота. Маятник одного метронома раскачивает планку, а планка, в свою очередь, толкает второй метроном. Из-за этих толчков амплитуда второго метронома может изменяться, увеличиваться или уменьшаться, а вместе с ней меняется и частота колебаний. Точно так же второй метроном своими толчками действует на первый. Чтобы посмотреть, как метроном меняет свою частоту, установим его на планку, прикрепленную к генератору колебаний. Частота метронома измеряется с помощью фотоворот. Включим генератор на частоте чуть меньшей частоты метронома. Мы видим, что частота колебаний метронома уменьшилась и стала равной частоте генератора. Генератор свою частоту менять не может. А вот метрономы в нашем первом опыте оба меняли свою частоту и подстраивались друг под друга. Но если они синхронизировались в противофазе, то как они тогда удерживают общую частоту? Ведь теперь они одновременно толкают планку навстречу друг другу равными усилиями. И она должна оставаться на месте, как будто метрономы стоят на неподвижном столе. А на столе никакого взаимодействия между метрономами нет. Как же разрешить этот парадокс? Заснимем движение метрономов на скоростную камеру. Оказывается, что они колеблются не в точности в противофазе. Посмотрите, один из них проходит вертикаль чуть раньше, а другой чуть позже. И именно этот сдвиг по фазе обеспечивает взаимодействие метрономов, когда они синхронизировались друг с другом. А если основание утяжелить, взаимодействие метрономов ослабевает, и для поддержания синхронизации разность фаз увеличивается еще сильнее и достигает почти 90 градусов. Ну а если у вас есть несколько десятков метрономов, вы можете сделать такой опыт. Установите их на общее основание, и за несколько минут они синхронизируются между собой и начнут идти в такт. Субтитры подогнал «Симон»